Антимонопольщики Татарстана заявляют о необоснованном росте цен на дизель в республике. Какова загрузка казанских гостиниц в новогоднюю ночь? Насколько подорожала аренда жилья на предстоящие праздники? Вы смотрите новости экономики в студии Нина Гуренова. Здравствуйте! Татнефть и Таиф подозревают в сговоре на рынке дизельного топлива. Соответствующее дело возбудили антимонопольщики республики. В ноябре этого года к ним поступило более 10 обращений по поводу резкого роста цен на топливо, как оптовых, так и розничных. По результатам проведенных контрольных мероприятий, татарстанским УФАС России установлено, что оптовые цены на дизельное топливо на заводах-производителях республики Татарстан, в частности компаний Таиф и Татнефть, выше оптовых цен на дизельное топливо соседних нефтеперерабатывающих заводов, в том числе Уфимского и Самарского, также выше средних цен по России, а также цен на товарно-сырьевой бирже. Хозяйствующие субъекты, направившие обращение в адрес антимонопольной службы, объясняют подобное поведение переносом центра прибыли с розничных к оптовым продажам. В то же время, в ноябре 2017 года автозаправочными станциями Татнефть и Таиф также установлены наиболее высокие розничные цены на зимнее дизельное топливо, превышающие средние показатели по республике Татарстан и Приволжскому федеральному округу. К примеру, 14 ноября цена дизеля на АЗС Таифа и Татнефти составляла 41 рубль за литр. К сравнению, в среднем по республике диз топливо продавалось по 39,5 рублей. По мнению антимонопольщиков Татарстана, данное повышение цен является необоснованным. В итоге Татнефть и Таиф снизили стоимость дизеля на АЗС до 39,5 рублей за литр. Аренда жилья на новогодние праздники в 2-3 раза дороже, чем в обычные дни. Это сезонный рост, который вызван большим спросом. Особой популярностью пользуются коттеджи в 60 километрах от Казани, а также квартиры в Ахитовском и Новосавиновском районах города. Как правило, фонд по суточной аренде в новогодний период заполняется на 80-90%. Давайте рассмотрим на примере. Если однокомпания квартира сдается за 25 тысяч рублей в месяц, посуточная ее аренда в Бургане стоит 2-3 тысячи рублей, то аренда этой квартиры в новогодние праздники будет составлять от 5 до 8 тысяч рублей за одну ночь. То же самое происходит с домами. Если смотреть, то аренда начинается от 15 тысяч рублей за одни сутки. Найти хорошее съемное жилье непосредственно накануне Нового года вряд ли получится. Некоторые начали подбирать квартиры или дом уже за три месяца до праздника. Скорее всего, уже интересные предложения разобраны. И сейчас забронировать дом вам будет достаточно сложно. Если по домам количество предложений уже ограничено, то по квартирам предложения и достаточно интересные еще встречаются. Но стоит поторопиться. Тем временем казанские отели уже почти полностью загружены в предстоящую новогоднюю ночь. С 31 декабря по 2 января номерной фонд забронировано уже на 98%. В основном арендуют номера жители других городов страны, которые специально приезжают в Казань на праздники. Речь идет как об индивидуальных туристах, так и о группах. Стоимость номеров в новогодние праздники останется прежней. Могут лишь немного подорожать гостиницы в центре Казани на 3-5%. Помимо размещения отелей города, все чаще предлагают гостям свои новогодние программы. Если, например, даже сравнить с прошлыми годами, там где-то лет, например, 4-5 назад, то отелю было невыгодно проводить новогоднюю вечеринку, новогоднюю ночь в банкет с программой. Сейчас, если проанализировать предложение отеля Казани, не предлагают проведение новогодней ночи с банкетом, а с программой у себя в отеле. Эксперты отмечают, что спрос на новогодние банкеты в гостиницах очень высокий. Стоимость праздничной программы в трехзвездочном отеле Казани начинается от 3 тысяч рублей. Какие-то уже отели запомнили, полностью свои залы ресторанов на новогоднюю ночь. Это о том, что востребность высокая, что гостям ехать к нам интересно. Татарстанцы недовольны своими зарплатами. 97% жителей республики считают ее недостаточной. По данным Headhunter, многие с трудом дотягивают до получки. И только 3% сотрудников Татарстана считают свою заработную плату достойной. Больше всего удовлетворены своим доходом работники занятой добычей сырья. Напомним, по данным Татстата, средний размер заработной платы в республике составляет чуть более 31 тысячи рублей. Жители Татарстана по-разному справляются с недостатком денег. Так, кто-то время от времени подрабатывает дополнительно, кто-то полагается на помощь супруга или супруге, а другим финансовую помощь оказывают родители. Это были новости экономики. До встречи.